Я в Пайде. Это сердце Эстонии. И оно в прямом смысле находится за мной. Но сначала, как я до Сюдова добрался? Приехал я сюда на автобусе. Стоит отметить, что у нас проводилась экскурсия. Но в перерывах я все же смог снять необходимый материал для видео. Так что, приятного просмотра! Итак, первая достопримечательность на сегодня, это, конечно же, замок Пайда. Данный замок 13 века расположен в парке, в котором также присутствуют руины старого замка. Дело в том, что основной замок был разрушен, а позднее восстановлен по старым чертежам. Замок Пайда был стратегически важным пунктом в центре эстонской части Ливонии. Находился в верховьях реки Пярну, контролируя пересечение сухопутных дорог. Расположенный на острове посреди болот, на месте деревянного городища эстов, замок вскоре стал столицей земель Ярвама. Кстати, сверху открывается прекрасный вид на город. А следующим делом давайте посетим Пайдескую ратушу. Пайдеская ратуша была возведена на центральной площади Пайды в 1920 году на месте деревянного здания. Кстати, в 2008 году Пайдескую ратушу капитально реноврировали и восстановили ее первоначальный облик. Также стоит отметить, что Пайдескую ратушу можно посетить только в сопровождении гида, так как в ней часто проходят концерты и прочие торжественные мероприятия. Раз уж мы уже посмотрели на ратушу, то давайте и поглядим на церковь. И это, как ни странно, церковь Пайды. Деревянное здание церкви существовало в Пайде еще в 13 веке. Представляете, оно такое же старое, как и замок в Пайде. Извиняюсь, что я читаю с телефона, я не смог выучить. Сначала церковь находилась в Орденском городище и затем в городе, образовавшемся вокруг этого самого городища. Интересный факт. Раньше эта церковь неоднократно горела, поэтому в 1767 году тогдашние жители поняли, что деревянная церковь – это плохая идея. И поэтому начинается строительство новой каменной церкви на центральной площади города. Итак, что же хочется сказать насчет этой поездки? Так как я снимал видео во время проведения экскурсии, то времени на подготовку и на съемки у меня было минимум. Так что это видео не получилось таким целым и познавательным, как это был Бирштанс. Однако я все-таки постарался сделать это видео достаточно познавательным и информативным. Кстати, на этой экскурсии присутствовал также мой товарищ в Тупайнзер. Ссылка есть в описании. Давайте спросим у него, насколько ему понравилась эта экскурсия. Что ж, пока мы едем по этим божественным эстонским дорогам, где-то в Захолустье, я скажу вам одно. Экскурсия была хорошей. Были дикие люди, которые сейчас едут с нами в автобусе. В целом мы покушали хорошо. И поездка однозначно стоила того. В общем, дело в том, что на экскурсии также присутствовал шестой класс. Видимо, так он обозвал шестой класс. А также мы зашли в кафешку и там покушали. Леток экскурсии, в принципе, в Пайде никакого смысла не имеет. Но все же покушали мы хорошо. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока!